День второй. Сегодня погода теплее, чем вчера. Это радует первое тому доказательство. Это болельщики на трибунах. Сегодня их собралось еще больше. Все хотят видеть шоу и зрелищ. Но что касается первого дня соревнований, то для сборной России он был успешен. Все трое российских грибцов вышли в финал олимпийской квалификации. Это Наталья Подольская в байдарке и одиночке на дистанции 200 метров. Светлана Черниговская также на дистанции 500 метров вышла в финал. И Илья Штакало вышел в финал с третьего места на дистанции 1000 метров. Но прямо сейчас я вам предлагаю окунуться в официальную церемонию открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу, конечно же, выразить признательность гостеприимному Барнаулу, Алтайскому краю, всем волонтерам, всем жителям за тот уровень организации чемпионата, за прекрасный спортивный объект, который будет после чемпионата, после Кубка мира служить интересам жителей и станет очень важным рекреационным центром. Барнаул принимает сегодня эти очень серьезные и важные соревнования, и для нас это большая честь и ответственность. Мы усердно готовились к сегодняшним стартам и уверен, они пройдут на самом высоком уровне. Здравствуйте, Барнаул! Здравствуйте, Россия! То, что Международная Федерация Каноэ решила три года назад дать право проведения Кубка мира 2021 Барнаула, было нашим лучшим решением. Более 300 спортсменов из 57 стран под впечатлением от гостеприимства, которое им оказал Барнаул, а также от всех условий на площадке проведения соревнований. Несмотря на рабочий день, трибуны были заполнены, и Барнаул по-настоящему стал мировым центром гребли на Байдарках и Каноэ. Сегодня мы наблюдаем, как соревнуются и побеждают лучшие гребцы планеты. И это сильное впечатление. Как показывает практика, создание таких объектов и проведение таких соревнований, Кубков мира, чемпионатов, Олимпийских игр, всегда приводит к развитию спорта, спортивной инфраструктуры и спортивного сообщества. И я верю в то, что и у нас в Сибири со временем гребля на Байдарках и Каноэ станет для многих любимым видом спорта. Одно из самых важных составляющих на любом спортивном мероприятии, это, конечно, здоровье спортсменов и медицина. Татьяна, расскажите, как взаимодействуете с нашими спортсменами, гребцами, как работает медицина на этом этапе? Добрый день. Мы за долгое время готовились к этому мероприятию. Мы уделили очень много внимания этой теме. Мы проводили семинары, мы проводили тренировки, мы проводили ежедневные оргкомитеты, в связи с чем выстроилась определенная, так скажем, схема работы нашей на гребном канале. Первая – это станция скорой медицинской помощи. То есть вы можете видеть реанимобиль наш, вот стоит, города Барнаула. У нас в зоне спортивного сектора находятся два автомобиля скорой помощи. И в зоне спортивного сектора, где непосредственно палатки спортсменов, тоже находится автомобиль скорой медицинской помощи. После яркого открытия все стали лицезреть заезды гребцов. Зрители теперь ждет два дня эмоциональной борьбы, в которые, мы надеемся, победит наша сборная. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.